Борцы вольного стиля определили обладателей титулов чемпионов Чувашии 2022 года. Кто и в каких категориях сумел подняться на высшую ступень пьедестала почета, расскажет наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. День чемпионата республики на коврах Центра развития вольной борьбы 5-й школе Олимпийского резерва имени заслуженного тренера России Валерия Качкова тесно не было. 20 вакантных титулов и комплектов наград оспаривали 60 мужчин и женщин. Впрочем, столь немногочисленному составу претендентов объяснение нашлось. Приворский федеральный округ перенесли на февраль. И нам в срочном порядке происходит проводить чемпионат Чувашьей республики, чтобы определить победителя, который должен поехать на этот федеральный округ. Первыми определили сильнейших женщин в самой легкой категории до 50 килограммов. Титул чемпионки завоевал уроженка Канаша, ныне студентка Чебоксарского училища Олимпийского резерва Виктория Александрова. Помимо золотой награды, по итогам прошлого года победительницы юниорского перенеса России и молодежной спартакиады страны вручили ей специальный приз. Спасибо большое федерации за то, что оценили мои награды в 2021 году, но уже 2022 год и надо идти дальше завоевывать больше медалей. Из 10 мужских финалов чемпионата отметим поединок категории до 92 килограммов. В борьбе за золото республиканской пробы сошлись. Чебоксарец – кандидат мастера спорта страны Всеволод Григорьев. Он синим трико и представитель Батыревского района. Мастер спорта России международного класса. Но в борьбе на поясах Рина Садаров. Соперники были достойны друг друга, что подтверждал счет на табло. Атлеты весом под 100 килограммов сумели продемонстрировать скоростную и силовую борьбу, которую, судя, оценили в 18 баллов. Но все же спустя 6 минут чистого времени поединка с преимуществом в 2 балла. Победу одержал воспитанник Качковской школы борьбы Всеволод Григорьев. Очень достойный соперник, сильный. Очень была подготовка тяжелая. Сначала болезнь, потом он восстанавливался. Хочу поблагодарить большое спасибо передать моему тренеру Григорию Ивановичу за мастеру спорта международного класса. И, конечно же, пройдем в федерации борьбы. Генерал-лейтенанту Гаврилу Николаю Федоровичу за огромный вклад в развитие нашего спорта. Победители представят республику на чемпионате по Волжье, которое пройдет в Перми. Вячеслав Ильин, Вести Чуваша. Продолжение следует... Продолжение следует...